Всем привет! В этом видео поговорим о вот этом вот датчике качества воздуха, он же датчик пыли. Этот модуль измеряет количество содержащихся PM2.5 частиц в воздухе. Называется он DSM501A. Помимо PM2.5 частиц он еще может измерять PM10 частицы. Измеряет он частицы путем подавания на вот эти вот контакты импульса. У него отдельный провод для импульсов PM2.5 и для импульсов PM10. Данный модуль изготавливает фирма SamYong. Ну и называется как я уже сказал DSM501A второй ревизии. Сама плата датчика очень выглядит так бюджетно. Такое ощущение что я держу просто какую-то советскую плату. Сейчас делают совершенно по-другому электронные платы. Я уже не помню как называется тип таких плат, но помню что у них болень была, что прям дорожки отрывались с элементами вместе. Этот модуль обнаруживает частицы следующим образом. Вот в это отверстие проходит воздух. Внутри там находится фоточувствительный элемент и светодиод. Собственно все частицы которые попадают в эту камеру, они фоточувствительный элемент засвечивают собой. И таким образом этот датчик с каждым засветом посылает импульс на провода. В своей метеостанции для отслеживания PM2.5 частиц я использую вот этот вот датчик. Это PMS7003. Он в отличие от героя сегодняшнего видео лазерный. У него есть свой микроконтроллер, который собственно уже по UART отдаёт конкретные данные. Этот же модуль DSM501A настолько упрощён, что он в принципе ничего не делает. Просто фоточувствительный элемент подаёт импульсы на разные пины. И мы должны эти импульсы собственно собирать микроконтроллером. Ну и что-то с ними делать. Если брать цену двух этих модулей, то вот этот DSM501A он стоит буквально раз в 10 декабли, чем тот же PMS7003. Но этот модуль не сыскал популярности и в принципе документации под него очень мало. И очень мало всяких примеров для работы с Ардуино. Собственно нашёл я одну библиотеку с примером. И вот смотрите, подключил я это всё к ESP32, подключил 4 провода. Это собственно плюс-минус, это я к 5 вольтам подключил. И 2 пина, это PM2.5 и PM10. Какие пины у датчика, они не подписаны и выглядят они примерно вот так. То есть можно на эту картинку ссылаться, когда будете подключать. Эталонного измерителя у меня нету, поэтому я сверял с датчиком PMS7003. И значит смотрите, вот тут вот, как видите, значения вот в конце у меня уравнялись. То есть примерно 6 ppm показывает. А до этого, видите, и 250 показывало, и 677. Это потому что датчик ну очень чувствительный. То есть мы можем туда буквально мизинчик какой-то попробовать вставить. И он уже покажет, что у вас там миллион частиц. Поэтому в этом плане лучше его уже не трогать. То есть когда он начал работать, вы его отдалённо куда-то поставили и всё на этом. Ну и как видите, показания примерно похожи. То есть в принципе на них можно вполне себе ориентироваться. Ну а теперь эти данные надо как-то добавить в систему умного дома. Потому что всё-таки датчик служит для того, чтобы именно в системе умного дома использоваться. ESP Home его не поддерживает, поэтому будем использовать MQTT. Значит я набросал небольшой скетч. Ну и собственно вот данные, которые я уже Home Assistant на сервере MQTT поймал. В топике ESP 32 DSM 501A я отправлял. И вот эти значения. И собственно видим они очень даже похожи на реальные. Если вот сравнить с табличкой допустимых значений, то видим, что воздух вполне себе чистый. Вполне можно жить. При отправке каждого сообщения на сервер MQTT в мониторе порта в принципе пишется лог об этом. И таким образом мы можем отслеживать, когда было то или иное сообщение. И в какой топик оно отправлялось. В данном случае топик ESP 32 DSM 501A PM 25. Ну а вот собственно сама программа, которая будет отправлять данные в MQTT. Тут в принципе параметров много всяких описано, да. Но вам менять далеко все не нужно. То есть основное. Значит первое. Это SSID и пароль от Wi-Fi сети надо будет поменять. Далее здесь указывается топик, куда будут отправляться сообщения. Здесь указываются пины. Но пин я использую только второй, который PM 25 считает. PM 2.5. Пятому пину я ничего не подключал. Потому что PM 10 меня не интересует в принципе. Ну а в функции loop здесь описана собственно отправка сообщений. Точнее подсчет сначала частиц, а потом их отправка. Отправляются они с периодичностью в 60 секунд. Забыл сказать, что еще нужно указать IP адрес MQTT сервера. Он указывается вверху, где SSID и пароль от Wi-Fi сети. Ну и перед тем, как добавлять все это дело в Home Assistant, мы можем в MQTT сервере подписаться на топик ESP32DSM501A. И посмотреть все эти значения, какие отправляются или же мы ничего отсюда не получаем, чтобы дальше не заходить. Ну а чтобы эти данные записывать в Home Assistant, нам нужно перейти в файл Configuration.yaml. И здесь в блоке сенсор прописать MQTT сенсор. По аналогии, как у меня прописан AGS02MA. В принципе здесь меняем только имя на понятное. Меняем топик. Топик у нас, как я уже и сказал, это ESP32DSM501A PM25. Сюда его прописываем. Ну и в каких частицах он собственно будет измеряться. Вот тут он еще указан, этот топик. А измеряется он в частицах на метр в кубе. Но выглядит это все в итоге примерно так. Все скетчи, которые я здесь использовал и Configuration.yaml, я естественно у себя на сайте еще описал. И ссылочка будет на сайт под этим видео. Ну а вот конечный результат. Значит я запустил датчик, он у меня проработал уже почти сутки. Вначале видите, значения зашкаливали, а потом в принципе он вполне корректные значения показывал. Ну где-то на 5-7 единиц больше, чем мой PMS7003. По графику видно, что ночью были какие-то всплески. А так в принципе все довольно таки стабильно и он явно на что-то реагирует. Поэтому этот детектор PM255 частиц вполне мы можем использовать в метеостанции. Нам конкретные значения не нужны. Нам главное, чтобы он примерные показывал. Потому что эталонно мы все равно никогда не узнаем, сколько их. Я не знаю, что за прибор должен быть. Но примерные значения он в принципе правильный показывает. Ну и что у нас по итогу получилось. Этот модуль он очень диковый. Очень диковый. Он как альтернатива тому же лазерному PMS7003 вполне себе замена. Да, конечно, на него мало документации, мало примеров каких-либо. В ESP Home мы его не можем подключить. Но, тем не менее, как видите, в Home Assistant я данные отправлял. В принципе они отправляются и все нормально. Цена этого датчика в 5-10 раз дешевле, чем PMS7003. Вообще в одном из прошлых видео я собрал метеостанцию. Она в принципе получилась крутая, но вышла довольно таки дорого. Там где-то 5000 рублей. И вот я теперь подыскиваю дешевые аналоги модулям. Что из этого выйдет? В итоге у меня хочется собрать очень дешевую метеостанцию. Ссылки на библиотеку и на скетчи я оставил у себя на сайте. Ссылку найдете в описании. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом модуле. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых видео.